доброе утро дорогие друзья приветствую всех кто смотрит этот ролик 5 часов 5 минут белецкое время так что вопрос о том где люди я думаю будет сейчас не очень легитимный при том что у меня для вас есть сюрприз вот люди вот как раз вот идут пешком я думаю вы их видите в кадре которые гуляют по ваке по проспекту чавчавадзе наслаждаются свежим воздухом я не знаю они куда-то направляются или откуда-то возвращаются или куда-то но явно не спешат это уже хорошо что они тоже получают удовольствие от раннего июльского утра 14 число у нас 14 июля на календаре пятница конец рабочей недели кстати сегодня многие уходят в отпуск мои знакомые мои коллеги для того чтобы не потерять выходные они вот написали отпуск сегодняшнего числа фактически вернее сегодняшнего а 16 там 14 15 17 числа но зато они вот 14 последний рабочий день субботу воскресенье они вот так в кавычках выигрывают и будут получать удовольствие от отпуска кто куда кто-то едет на юга а кто-то за границу не знаю ли мы собираемся в отпуск в августе но пока я еще не определился с тем что я буду делать и как я буду делать и куда отправимся мы посмотрим можно везде понемножечку побывать получить удовольствие вот путешествие по грузии и когда ты делаешь свое дело с большим удовольствием то естественно и съемка программы даже в период отпуска тоже для тебя будет очень приятно тем более что приглашение есть приглашение есть и со стороны черноморского побережья нашего и с кахети из горных регионов так что посмотрим что будем выбирать на чем остановится выбор как получится ну вот сейчас мы катаемся с вами по ваке по проспекту чокчевадзе он такой свободный сейчас естественно без автомобилей это очень приятно когда ты можешь проехать без задержек тем более на светофорах сейчас везде был зеленый свет вот я вот сказал зажигается красный свет кому он нужен скажите мне потому что это все сделано же для вот этих людей которые переходят идут на остановке автобусов здесь у нас автобусная линия посередине в основном для этого все это делается но сейчас автобусов пока еще нет еще не будет долго больше часа до 6 утра не начинает курсировать ну вот можно было сделать так когда вот автобусов нет чтобы во первых можно было бы по любой линии ездить пересекать а во вторых но вот эту волну светофоров связанную с общественным транспортом тоже можно было как-то перевести на кнопочки вот если вдруг появился пешеход который должен перейти то тем более вот есть даже и подземный переход человек через подземный переход вот переходит тоже очень интересно спустился вот только что вот в подземку парень когда можно было перейти такое тоже бывает может быть внизу там супермаркет может быть он открыт хотя и этот филиал супермаркета гудвиль по ночам больше не работает он работал по ночам идеальный магазин прекрасное обслуживание очень вкусно и продукты и готовая еда и выпечка но вот во время пандемии они ограничили работу ночные часы а потом так больше не восстановили вот единственные из сетки этой гудвильевской супермаркет которые находятся на улице кавторадзе вот только он по ночам работает а остальные не работают ну работает еще и агрохаб работают все филиалы фреско в 24 в целом режиме цепочка сидит прямо на проезжей части наблюдает за движением транспорта контролирует наверное жарко и потому она проветривается вот еще люди есть которые выглянули на улицу не выплашли на улицу не знаю что что за не местные лица какие-то поле такие китайской японские явно не наш хотя не поймешь что-то она женщина стоит мужик сидит суд она ему внушает что-то на его лечит его сейчас за кадром они у вас правую сторону вот девушка еще и двигается из пункта в кепочке с мобильным телефоном ну вот летом приятно вот видите круглые сутки нужно вечером немножечко поспать и потом уже ты можешь по ночам вот так вот устраивать себе такой променад пока нет такого дикого свечения все можно успеться поспать и пободрствовать главное было бы здоровья дорогие друзья вот сейчас мы переехали плавно на улицу меликишвили наехали мимо первого корпуса и второго университета сейчас будем проезжать по правую сторону куча гостиницы сакартфелла очень красивое здание участвует по правую сторону уже много лет без функции его приватизировали в свое время потом между владельцами были распри раздоры вот по левую сторону концертный зал филармония наша здесь тоже так что вот все по разному вот поливальные машины ой какая прелесть поливают поливают поливальные машины сейчас мы сворачиваем на поставок вот эти машины видите уже вот здесь все побили это обещание мэра как николадзе выполнено он обещал что вот все лето буду туда будет поливать улице освежать это хорошо вот это очень такое красивое да такое зрелище плет поливальная машина вот есть такое что-то вот приятное уют какой-то городской уют этим создается когда он ты видишь поливальную машину в городе так все на своих местах это очень приятно может быть это немножечко так романтично романтически сказано да но тем не менее я думаю многие со мной согласятся я здесь с вами хочу попрощаться на этом пожелать всем хорошего дня всем большое большое спасибо за теплые приятные комментарии которые вы оставляете к видео большое спасибо желаю вам всем хорошего дня хорошей пятницы здоровья благополучия мира вам вашим родным мы обязательно с вами встретимся уже в других видеороликах благодарю за внимание и до встречи